Природные и домашние средства для мышечной боли Тело обладает сложной системой мышц, и мышечная боль может возникнуть в любой части тела. Это очень распространенная жалоба, как правило, в результате переутомления во время деятельности. Боль обычно появляется в пределах от 12 до 48 часов после операции. В некоторых случаях, мышечная боль незначительное раздражение, но иногда это может занять сказывается на вашем здоровье и стать трудно для вас, чтобы провести изодня в день мероприятия. Если вы сражаетесь с мышечной болью, первое, что вам нужно сделать, это держать свое тело гидротированных пить достаточное количество воды. Если нет достаточного количества воды в организме, ваши мышцы будут становиться жесткой, нежной и легко ранен. Кроме того, вы можете попробовать некоторые естественные домашние средства, которые будут оказывать успокаивающее воздействие на мышцы и уменьшить боль в кратчайшие сроки. Вот некоторые домашние средства для мышечной боли. Бейджи. Применение холодной компресс на пораженной мышце может помочь уменьшить боли воспаления. Холод сужают кровеносные сосуды, чтобы уменьшить приток крови к этой области. Заверните несколько кубиков льда в тонкое полотенце. Поместите его на пораженные участки в течение приблизительно 15 минут. Повторите каждый час в течение первых 24 до 72 часов. Мешок замороженных овощей работает хорошо, если у вас нет кубиков льда. Горячая вода замочите. После первых 24 часов после начала боли, горячая вода замочить обеспечит быстрое расслабление и мягкое облегчение боли. Это будет способствовать увеличению притока крови и ускорить процесс заживления. Не используйте это лекарство в течение первых 24 часов. Заполните ванну с горячей водой и перемешать в одной чашке английской соли. Магния в английской соли способствует мышечной релаксации. Замочите пораженную часть тела в этой воде в течение по крайней мере 20 минут. Повторите несколько раз в день в течение 1 года до 2 дней, чтобы помочь расслабиться жесткой боли в мышцах. Пирог вишневый. Терпки вишни может предотвратить после тренировки боли в мышцах. Есть много антиоксидантные и противовоспалительные соединения в терпке вишни, которые могут уменьшить воспаление, а также боли в мышцах. Ешьте 1 и 1 половину чашки терпки вишни после тренировки, чтобы предотвратить боль в мышцах. Куркума. Трава куркума работает как мощное болеутоляющее и противовоспалительное средство. Смешайте 1 чайную ложку порошка куркумы в 1 чашке молока. Тепло его на слабом огне. Пить это 2 раза в день, потягивая медленно, для быстрого внутреннего исцеления. В качестве альтернативы, делают припарки путем смешивания равных количеств свеженатертого куркумы с лимонным соком и солью. Примените это к вашей боли в мышцах. Оставьте на 30 минут, а затем смоите теплой водой. Делайте это 2 раза в день, пока боль не исчезнет. Вы также можете выпить 1 чашку терпки вишневый сок без добавления сахара, чтобы уменьшить мышечное воспаление и болезненность. Имбирь. Имбирь работает в качестве естественного противовоспалительного средства и улучшит кровообращение и приток крови, каждый из которых будет облегчить боль в мышцах. Ежедневное потребление имбиря сырой и термически обработанного имбиря может помочь снизить боль мышцы после вызванной физической нагрузкой травм мышц. Заверните 4 столовые ложки имбиря свеженно тертого в плотно запечатанном кусок хлопка или хлопка мешок. Положите его в горячей воде в течение менее чем за 1 минуту. Пусть это круто, а затем положите его на пораженный участок в течение 15 минут. Повторите этот процесс несколько раз в день в течение 2-3 дней. Вы также можете выпить 3 чашки чая ежедневно имбиря. Для того, чтобы сделать этот травиной чай, вырезать небольшой кусочек корня имбиря и варить в 2 стаканах воды в течение 10. Процедите, добавьте немного меда и наслаждаться чаем. Яблочный уксус Яблочный уксус является еще одним большим средством правовой защиты, чтобы успокоить прочь мышечную боль. Он обладает противовоспалительным, а также подчелачиванием свойства, которые помогают уменьшить боли воспаления. Добавьте 2 чашки яблочного уксуса в теплой воде ванны. Замочите в этой воде в течение 15 до 20 минут. Делайте это ежедневно в течение нескольких дней, пока вы полностью выздоравливают. Другой вариант заключается в добавлении 1 столовую ложку яблочного уксуса и немного меда в стакане теплой воды. Пить 1 раз в день в течение недели. Каенский перец Каенский перец обладает обезболивающим и противовоспалительным свойствами, которые помогают уменьшить мышечные боли, жесткость и воспаление. Смешайте 1 чайную ложку каенского перца порошка с 2 столовыми ложками оливкового масла. Нанесите эту смесь на пораженные участки. Крышка с повязкой и оставьте его на ночь. Делайте это в течение 2-3 дней. В качестве альтернативы, добавьте 5 чайных ложки каенского перца до половины чашки кокосового масла. Нагреть смесь немного и дайте ему сидеть в течение 24 часов. Через 24 часа, процедите масло и храните его в герметичном банку. Слегка помассируйте его в пострадавший район мышечной 2 или 3 раза в день в течение нескольких дней, пока боль не исчезнет. Размарь И свежие сушеные листья розмарина содержат противовоспалительные свойства, которые могут успокаивать воспаленную мышечной ткани и уменьшить боль быстро. Вскипятите 3 унция сушеных листьев розмарина в 8 стаканов воды. Снимите с огня и дайте ему крутой в течение 20 минут. Замочите пораженную область в этом растворе в течение 15 минут. Делайте это 2 или 3 раза в день в течение 2-3 дней. Вы также можете посыпать измельченный каенский перец хлопья на ваш салат, суп или другие блюда, чтобы ускорить восстановление. Горчичное масло Горчичное масло является естественным, что вызывающий гиперемию кожи помогает увеличить приток крови к поверхности кожи. Это позволит ослабить мышцы и улучшить кровообращение, чтобы облегчить боль и помочь процессу заживления. Измельчите 10 зубчиков чеснока. Нагрейте их в 4 столовые ложки горчичного масла, пока дольки не станут золотисто-коричневого цвета. Положите маленький кусочек комфоры в нем. Дайте смеси остыть и процедите. Слегка промассируйте масло на пораженный участок. Следуйте этим средствам правовой защиты несколько раз в день в течение нескольких дней. Бананы Бананы являются прекрасным средством от боли в мышцах из-за спазмов. Этот полезный фрукт является богатым источником калия. Недостаток калия может вызвать мышечную слабость, усталость и судороги на регулярной основе. Ешьте спелых бананов на ежедневной основе для лечения воспаленных и нездоровой мышцы. Вы также можете выпить банан-молочный коктейль. Это обеспечит ваш организм как калий и кальций, которые необходимы для здоровых мышц.